В прошлом учебном году курс «Севастополеведение» во внеурочное время преподавался в 55 школах города. Ещё в 11 предмет входил в число обязательных уроков. Таким образом, с историей и культурой родного города учеников знакомили практически во всех средних учебных заведениях. Такие данные приводит региональный институт у развития образования. Ежегодно учреждение инициирует методические завещания учителей «Севастополеведения», где подводятся итоги минувшего учебного года и ставятся планы на новый. Значимость курса понимают все. Впервые этот предмет появился в городских школах 20 лет назад. Автором этого курса, этого большого образовательного проекта, патриотического, является Екатерина Борисовна Алтабаева. Мы об этом знаем. И писались учебники, составлялись программы именно для того, чтобы дополнять, интегрировать знания истории нашего города в историю, как предыдущей страны, так и нынешней. Вот это была самая главная задача. Воспитание патриотизма, ну и безусловно, ценности духовно-нравственные, любовь к своему городу. Таковы были цели. Когда мы были в составе Украины, нам нужно было, и мы, собственно, такую главную задачу перед собой ставили, объективная информация об истории Юго-Западного Крыма, Крыма в целом, и уже Севастополе, когда он был основан. Потому что мы понимали, что учебные курсы, которые преподаются детям, они никоим образом не могут называться объективными. А вот когда мы вернулись домой, нам очень важно, чтобы дети, которые, или уже юноши, девушки, которые учатся в школе, не только в школе, в УЗИ, и даже дети дошкольного возраста, они постигали историю того места, где они живут. Однако после возвращения Крыма в состав Российской Федерации возникла сложность. Учебный план российского образования оказался более плотным, поэтому предмет реализуется как факультатив или электив. А это гораздо меньше времени и возможностей для преподавателей. Педагоги уверены, полноценные систематизированные знания способен дать только формат классических уроков. Это вопрос, который нужно решать не только в Севастополе, хотя и в Севастополе тоже. Это, наверное, вопрос, который нужно решать на федеральном уровне. Потому что если историко-кровический компонент будет в образовательных стандартах Российской Федерации включен в раздел «Обязательный», тогда да, тогда он будет преподаваться как урок. Поэтому это общая работа, которую мне нужно проводить на федеральном уровне. Несмотря на формат, в котором приходится работать, преподаватели Севастополеведения всеми силами стараются передать своим ученикам любовь и уважение к городу, его истории, к нашим героическим предкам. Очень был плодотворным год этот. Благодаря деятельности педагогов у нас появилось методическое пособие, в которое включены рабочие программы. Авторами этих рабочих программ по курсу Севастополеведения были наши учителя. В планах новая редакция существующих учебников по Севастополеведению. В последний раз они были переизданы в 2014 году. Теперь нужно внести новые изменения. Но не в смысловое наполнение учебников, а в структуру курса, чтобы он соответствовал программам по истории. Так дети смогут параллельно изучать события, происходившие в одно время в мире, стране и родном городе.